Кадры из жизни дикой природы, горные пейзажи, животный и растительный мир Западного Кавказа. Фотографии представили более 20 натуралистов и биологов из Сочи, Краснодара, Майкопа, Ростова, Нижнего Новгорода и Москвы. Организатором такой выставки выступило Сочинское отделение Русского географического общества при поддержке администрации города и Комитета по санаторно-курортному делу, туризму и экологии городского собрания Сочи. У нас прекрасные рекреационные зоны в национальном парке, в других лесопарковых зонах нашего города. И поэтому для того, чтобы понять ценность того, где мы живем и что мы имеем, надо, конечно же, эту красоту увидеть. Поэтому мы очень благодарны нашим фотохудожникам, нашим членам Сочинского отделения Русского географического общества, которые подарили нам вот эти свои работы для того, чтобы мы могли посмотреть, полюбоваться и, самое главное, потом сохранить эту природу. В состав объекта Всемирного природного наследия Западный Кавказ входят особо охраняемые природные территории федерального и регионального значения. Они стали домом для многих диких животных, растений, которых насчитывается больше трех тысяч видов, и других экосистем. Во время своих экспедиций биологи делают множество фотографий, которые нужны не только для работы. Интересные кадры вполне могут украсить стены музея. Фотографии в научных исследованиях, они порой отличаются от фотографий, которые выставляют на выставке. Это понятно. Для научных исследований важен, прежде всего, фотофакт. Это документ. Но если они при этом еще выглядят как произведения искусства, это великолепное совпадение. Тогда их можно выставлять и в музее. Жизнь природы Западного Кавказа, запечатленная на снимках, заняла три зала Сочинского художественного музея. И это далеко не все фотографии, которые могут предоставить ученые. Помимо пейзажей и разнообразных фотосюжетов, здесь можно увидеть и иллюстрации программы реинтродукции переднеазиатского леопарда, которую лично контролирует президент России Владимир Путин. Выставка продлится до 21 марта. Вход свободный. Татьяна Говоркова, Демитр Даниловский, телекомпания ФКТ.